Сегодня в 19.20 на общественном телевидении Приморья в эфир выходит очередной выпуск программы «Морское собрание». Очередной, но очень необычный, поскольку события в программе разворачиваются сразу на четырех военно-морских флотах России. Автор программы у нас в студии. Владимир, здравствуйте. Владимир, я знаю, что ради этого фильма вам пришлось отправиться в Сирию. Насколько сейчас вообще там опасно находиться? Ну, скажу, что в Сирию мы отправились уже в конечном пункте нашего путешествия. До этого посетили главные военно-морские базы. Это Северного флота Североморск и Балтийского флота Балтийск. А в Сирии находится военно-морская база российского флота в Тартусе. Кстати, местные называют его почему-то Тартус, но я буду говорить так, как принято у наших военных моряков. Целью было посетить морской храм адмирала Федора Ушакова, который находится на территории базы. Это была общественная и просветительская акция, которую проводили Владивостокская епархия, Владивостокское морское собрание, Российское военно-историческое общество, ну и общественное телевидение Приморья. Что же касается опасности на территории Сирии, ну я скажу честно, мы увидели воюющую страну, хотя ни одного выстрела не слышали. В Балтийске мы были на учениях морпехов, там пальба была совсем другой. Но напряжение и боеготовность наших военных моряков мы ощущали буквально на каждом шагу. Ну скажу так, что мы выезжали за территорию базы, и автобус был сирийский, водитель сириец. В переднем сиденье рядом с ним сел сотрудник сирийской службы безопасности Мухабарат с автоматом Калашникова. А к нам в салон сел подполковник в бронежилете с каской, с автоматом Калашникова, с четырьмя рожками. Люди всегда готовы к тому, что может что-то произойти. Могу сказать, что военно-транспортные самолеты, которые обслуживают наши базы там, в Мимиме и в Тартусе, они летают только ночью. И взлет и посадка происходят при выключенных абсолютно всех проблесковых огоньках, выключается свет в салоне, даже вентиляция выключается. В общем, достаточно жарко, душно. Но все понимают, почему это происходит. Самолеты взлетают почти вертикально вверх, хотя они перевозят пассажиров. Это не боевые самолеты, не вооруженные, такие же. А как вообще относились к съемочной российской группе? Нигде, ничего там не воспрепятствовали ваши съемки? Во-первых, конечно, съемки были очень жестко регламентированы. И я сейчас вам рассказываю как раз о том, что в программу не вошло, потому что мы снять это не могли. Но напряженность вот эта вот на наших флотах и главном северном, и оперативном Балтийском, и, конечно же, оперативная зона Черноморского флота, это как раз и есть военно-морская база в Тартусе, она, конечно, ощущается гораздо сильнее, между прочим, чем у нас здесь на Тихом океане. Ну, здесь на этой видеостене, вот это как раз картинка из Тартуса, видите, надпись Владивосток такой стилизованной арабской вязью. А это истребитель НАТО, который сопровождал нас над нейтральными водами в Балтике. Это фотографию сделали вы? В Балтике, да, это мы сделали сами фотографии. А это флагман Балтийского флота у нас тут. Я думаю, что все эти фотографии, они попадут сегодня в ваш фильм. Давайте не будем раскрывать всех секретов, потому что сегодня в 19.20 на общественном телевидении Приморья вы посмотрите фильм «Морское собрание» и узнаете о главной миссии вашего путешествия в серию. Спасибо вам большое. Спасибо.